Открытое сердце. Так называется новый клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объединение молодое, пока в нем только 25 человек. В основном мужчина и женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата. Приютили участников в Центре культуры и отдыха. Здесь им предоставят сцену для выступлений, в планах организация концертов и праздников и помещение для занятий. Чтобы люди видели, что инвалиды открыты для общества. Мы вообще хотели показать на наши проблемы, чтобы люди брали внимание. И на примере таких людей, инвалидов, показать, что нельзя сдаваться, несмотря на тяжелую болезнь, что можно жить счастливой жизнью. По мнению организаторов, главное для инвалидов выбираться из дома, вести активную жизнь. У колясочников с этим большие проблемы. Необходима помощь волонтеров. Нужно искать специальный транспорт с подъемником. В клубе «Открытое сердце» и эту проблему обещали решить. Все без исключения в составе объединения самостоятельные творческие единицы. Сцены не боятся, мечтают о самореализации. Конечно, все приходит с опытом, но все равно надо не стесняться. Нужно быть уверенным в себе, себя показать. Мы тоже люди, хотим жить и тоже на что-то способны. К своему первому выступлению презентации проекта «Открытое сердце» девушки тщательно готовятся. Платье, прически, красивый вечерний макияж. Открытие клуба – мероприятие светское. Но волнения нет. Объединение, как большая семья. Никто не боится показать себя. Атмосфера располагает. У нас проблема в том, что мы закрыты. И сложновато нам выбраться. Но вот такие мероприятия, как, предположим, сейчас в «Откретое сердце», они нам различным способом помогают. Машины предоставляют, предположим. То есть мы не сидим дома, выбираемся. И то, что выходим, как и раньше, здоровыми себя чувствуем. Мы, каждый из участников, должны рассказать о нас, кто мы есть. Что мы умеем. И этот старт сегодняшний будет нас продвигать и развивать в дальнейшем. Я подготовила пение и игра на фротпиано. То есть я занимаюсь этим с детства. И как-то в основном для себя занимаюсь. И сегодня решила это вынести на такое скромное обозрение, чтобы люди слушали и наслаждались, может быть. По задумке встречаться полным составом клуб планирует дважды в неделю. На мастер-классы, занятия, уроки красоты. В планах научиться делать оригами и освоить лоскутную технику. В выходные обязательно фитнес или тренировки по танцам на колясках. Активисты уверены, когда другие опорники увидят сюжет про клуб, по телевизору они тоже захотят внести краски в свои будни и присоединяться к дружной семье проекта «Открытое сердце». Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.